Ой, что-то я под таким углом сел, что у меня очень видно мешки под глазами. Ну, я устал, как обычно. Ну, я всегда записываю вот такое вот. Прямо перед тем, как спать, это значит, что я прям максимально устал. Кто-то даже написал в комментарии по-английски, что я как наркоман. Вот. Сегодня захожу в ленту и вижу сумка продаётся, точнее сумки водонепроницаемые. А я всё думал, что с кем мне поехать на озеро Эльтон и как я буду один, например. Ну, это, конечно, как сказать, я совсем не знаю, какая там ситуация. И, кстати, мне даже до сих пор не прислали денег на проезд в консерваторию. И вот, и я думал, если я поеду один, то, например, если я захочу поваляться в грязи, а потом пофотографировать закат. И это всё будет в полутора часах ходьбы от того места, где я, возможно, мог бы жить. Как же мне этот мешок видно, это уж, извините, наркоман с мешками. Ну, извините, какой уж есть, правильно? Именно в этом и суть. Я смотрю сумки, водонепроницаемые сумки в ленте. И я думаю, ой, так я с такой сумкой могу в грязи поваляться, а потом фотографировать закат. Думаю, так это же обалдеть, очень хорошо. И единственное, что я начал у них спрашивать, у продавцов, а можно ли в грязи, особенно можно ли в соли, с такой сумкой. И мне продавцы сказали, что, ну, это надо выяснять в интернете. Я в интернете начал выяснять. Оказалось, что эти сумки даже не предназначены для того, чтобы их использовать под водой. Моя венша под водой не обязательно, но вообще желательно. Потому что если я прямо собираюсь купаться, и это я уже в интернете смотрел, да. И, в общем, в итоге я начал делать большое исследование этих всяких сумок. Я всё писал водонепроницаемые сумки. И потом как-то потихоньку перешло на водонепроницаемые чехлы, и я понял, что есть чехлы для телефонов, как раз такие. И начал смотреть много разных чехлов, там какие-то дешёвые китайские, можно в фикс-прайсе купить. Потом сделай сам из каких-то зип-пакетов. И, ну, мне, в общем-то, понравилось. Ну, там, правда, немножко странно из пакетов, когда делались самому. Я вообще думал, подумал, ну, просто набрать пакетов в ленте бесплатных, завернуть туда телефон и не беспокоиться. Собственно, возможно, в итоге я так и сделаю, хотя я буду беспокоиться. Особенно потому, что я нашёл один у меня тут пакет лентовский и налил в него воды. Но дело в том, что там в одном видео как раз рассказывали, что можно просто... Ну, вот в этом видео про эти чехлы, которые вот из интернета можно покупать. И, в общем, один человек проверял такой чехол, он положил на него телефон, или, нет, туалетную бумагу. Положил в чехол туалетную бумагу, опустил под воду и просто ждал, и всё, с туалетной бумагой было нормально. А потом в комментарии или в описании он написал, что вот проверять надо всё-таки... Наливаешь воду, и тогда под давлением ты сразу видишь, как вода выходит или не выходит. И я, в общем, взял пакет из ленты, налил туда воды, и она начала очень даже сильно выходить. И таким образом я понял, что всё не так радужно с этими пакетами, и подумал, что надо что-нибудь качественное, хорошее, и в итоге нашёл какие-то английские чехлы за 2500 или что-то такое. И вот сейчас я пока что... это всё, на чём я остановился, собственно. Просто это достаточно интересная для меня тема, очень новая. И можно даже в этих чехславах... чехословакиях... в этих чехлах что-то снимать. Чехслать... нет, чехс-мать... ладно. Не смог придумать слово. Ещё посмотрел фильм «Дэдпул 2», и мне он как-то не очень зашёл. Я, конечно, извиняюсь, это был примерно третий раз, но я не полностью смотрел другие разы. И... ну, может быть, один раз полностью, другой раз не полностью. В общем, там с сюжетом какая-то проблема. Там у двух героев одинаковые проблемы. И причём проблемы вот очень надоели мне вот эти вот одинаковые, когда, в общем, происходит какая-то вот такая вот трагедия... Ну, в общем, реально одинаковые какие-то две истории в одном фильме, а они, на самом деле, такие же, как в большинстве фильмов, и это немножко надоедает, что вот зрители пытаются впечатлить какими-то вот одинаковыми ситуациями из года в год, из фильма в фильм. И он какой-то, конечно, типа остроумный, но чё-то мне этот юмор уже... Вот мне... я даже не хотел уже досматривать этот фильм, но это уже, наверное, последнее, что можно было из «Дюдей Икс» посмотреть. Там остался какой-то феникс, но это потом.